Приближается 2018 год. Все люди куда-то спешат, суетятся, думают о том, какое составить новогоднее меню и как организовать сам праздник. Конечно же, украшают елки, покупают подарки. В атмосфере витает праздник Нового года. Пахнет мандаринами и еловыми шишками. В народе говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Наша съемочная группа решила узнать, а как же встретят 2018 Новый год наши слоучане? Ну, это всегда застолье, это всегда родственники приезжают, да, все вместе. Весело встречаем всегда, каждый год. Здорово. Какие-то подарки всегда мы дарим друг другу. Ну, поздравления интересные. Ну, естественно. Наверное, у каждого так же проходит Новый год. Дома, в семейном кругу. Дети придут поздравлять. Дети встречаются сами, а потом приходят к нам поздравлять. Какие-то традиции семейные есть у вас? Идем на елку. По традиции идем на елку, к городской елке отмечать праздник. Ну, не в Славутичу. А где? В Киеве. А как будете встречать? Расскажите нам, поделитесь секретом. Честно, на квартире. Снимать будем, друзья, квартиру будем снимать или коттедж. Еще, ну, еще не знаем. Остается четыре дня, еще никто ничего, правда, не знает. Ну, точно, что в Киеве. А что будете там делать? Какие-то подарки, какие-то конкурсы? Что там будет? Конечно, да. И подарки, и конкурсы, все это будет, да. В командировке. В командировке? Да. А куда поедете? В Кузнецовск. Что там будете делать? Работать. Ну, как-то вы будете встречать Новый год? Спать. Работать по 12 часов с диагностикой арматуры. Ну, вы издеваетесь, какое отмещать? Хочу веселого праздника, ярких эмоций, чтобы было много-много друзей, много всякого вкусного, не знаю, всякого вкусного. Оливье. Оливье. Подарков хотите? Конечно, хочу. А каких подарков? На самом деле, подарки не главное. Главное, забота, внимание. Вот это самый лучший подарок. Скоро будет Новый год. Любите этот праздник? Да. А что любите? Что бы вы хотели вот в этот праздник получить? Подарунки. А что именно ты хочешь? Ну, я хочу собий платье. А ты? Придурючку. А вы знаете, что во время новогодней ночи загадываются желания? И Дед Мороз их исполняет. У вас есть желания? Да. А расскажите, какие? Да. Какие? Говори. Собак. Собачку хочешь? А какую? Чихохо. Понятно, красивая собачка. А ты? Я хочу собачку, чтобы не раз села. Маленькую? Или игрушечную? Маленькую, настоящую. Кажут, если ты встречаешь Новый год, так ты его и проведешь. Как будете встречать? Чи есть какие-то традиции в семье? Ну, традиции есть, конечно. Ну, я думаю, что, первое, будем встречать с оптимизмом. Потому что нам, украинцам, напевно, больше нужно быть оптимистичными. И больше нужно задумываться. Потому что, действительно, жизнь, как бы там ни было, достаточно сложное сейчас в Украине. И так хочется Новый год побожать, первое, всем, напевно, больше всего, что только мира. А это все, что хотел бы я побожать. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы окружали наших славучан позитивные, хорошие люди. Чтобы больше улыбались, кстати, по улице, чтобы были улыбчивые лица. Ну, и, конечно, хорошего настроения. Ну, и стол хороший. Шикарный. Всем желаю здоровья, крепкого, мира, счастья в Новом году. Пусть провожают все плохое, что было в старом, пусть остается. А в Новый год приходят с новыми успехами, радостями. И всем хорошим, что есть. Новый год – это такой праздник, когда всех поздравляют. Вот что бы вы хотели сказать всем славучанам, как бы вы их поздравили с Новым годом? Чтобы у них не хатах было счастье и здоровье. А для тех, кто бедный, чтобы было очень много денег. Советую всего самого наилучшего. Здоровья всем, счастья, удачи, любви, самое главное. Ну, и чтобы в Новом году у всех все было хорошо. Славучанам я пожелаю большого терпения. Это нам сейчас очень нужно. Любви, удачи, здоровья, денег. Все лучше. Чтобы все эти неприятности, которые случались в этом году, больше никогда не приключались с ними. И чтобы они были счастливы. Мы поздравляем всех с наступающим 2018 годом. И желаем всем как можно больше положительных эмоций. Побед, триумфальных побед, радости, любви, позитивных эмоций, процветания и мира в нашей стране. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова